10 километров трассы М7 от гипермаркета Лента до гипермаркета Глобус будут ремонтировать два года. Проект капитального ремонта уже прошел госэкспертизу. Теперь дирекция трассы М7, она располагается в Нижнем Новгороде, должна определить генподрядчика на выполнении работ. Что-то глобального, значит, петель разворотных, как в Лакинске, этого не будет. То есть таких больших катаклизмов не будет. Асфальт-бетонное покрытие замена, да. Да, барьерное ограждение, да, и осевой, и, значит, металлическая на обочинах, значит. Шумозащитный экран там в небольших количествах, значит. То есть вот в основном вот такой вид, то есть это капремонт, это не реконструкция, не стройка, это просто капитальный ремонт. Тем не менее, одну проблему, выходящую за рамки только ремонта областные власти, решить планируют. Речь идет о выезде из микрорайона Веризина. Нынешняя схема движения не предполагает там поворота налево. Чтобы попасть в Доброе, веризинцы сейчас вынуждены ехать сначала на Содышку, а общественный транспорт аж на площадь Ленина там делать разворот и только потом в Доброе. Приличное количество жителей в этом микрорайоне живет, поэтому постараемся для них эти вопросы решить. И наши вот те проработки, которые сегодня ведутся, на сегодняшний момент, да, мы их постараемся синхронизировать вот с тем капитальным ремонтом, о котором мы с вами говорим. То есть, чтобы одновременно все произошло, значит. И, ну, задача, если так сказать, что нам нужен и нам, и жителям нужен левый поворот из Веризина в сторону Доброго. То есть, вот это, это, ну, снимет многие проблемы, скажем так. Сейчас проект капитального ремонта выставлен на торги. По мнению Александра Романенко, расторгован он будет в апреле, в мае уже начнутся работы. Выполнять ремонт будут отдельными участками. Точно, где укладывать новый асфальт будут в первую очередь, где позже, станет известно после определения генподрядчика. Как только это случится, во Владимире пройдет сбор всех заинтересованных сторон. Представителей городминистрации, подрядчика, департамента транспорта, дирекции М7. Где и будет определена очередность. На особым контроле пути объезда на время ремонта. Для этого планируют использовать улицы параллельные М7. Мы же с вами, город Владимир, знаем какие-то улицы. Их подремонтировать в первую очередь, чтобы движение шло без остановок, то есть без ямы были эти улицы. То есть перед ремонтом Пекинки параллельные улицы. Ну, скажем так, даже синхронизировать. Синхронизировать. А уже на 10 километров, ну, все 10 километров в работу не пойдут. Ну, пойдут, вот где трубы, например, трубу надо делать. Вот несколько труб там на дороге, да? То есть трубы будут делать. А вот где конкретно асфальт ложить, фрезеральт ложить, ну, это в рабочем порядке. Все это постараемся обговорить. То, что сказать, что жители не заметят этого ремонта, я вот на себя такую смелость не возьму. Да, заметят, да, будут проблемы. Но, еще раз повторюсь, неудобства на время, а строим, чтобы потом пользоваться не один год. Продолжение следует...